Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 8 ноября и давайте посмотрим, что у нас на сегодняшний день происходит на финансовых рынках и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент краткосрочная тенденция преобладает на снижение, на ослабление евро по отношению к американскому доллару и ближайшие цели по нисходящему движению – это закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.1553. Альтернативный сценарий и уход уже, возврат непосредственно к покупке может произойти после обновления максимальных значений, которые мы видели также вчера в области 1.1613. Пока торгуемся выше данного уровня, основная тенденция в рамках часового таймфрейма остается на ослабление. Пара британский фунт и американский доллар продолжают укрепляться после преодоления максимальных значений 3 ноября, который мы видели 4, тенденция на укрепление сохраняется. Ближайшие цели для продолжения – это закрепиться выше отметки 1.3177, максимальное значение, которое мы видели вчера. Ну а в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений в области 1.3108, то тогда уже вероятно продолжение исходящего сценария по данной паре. Пока торгуемся выше отметки 1.3107, основная тенденция в рамках часового таймфрейма остается на укрепление. Пара американский доллар и японская иена продолжают на текущий момент укрепляться. Сегодня с утра мы торгуемся вблизи минимальных значений, которые были зафиксированы 6 и 7 ноября. Пока мы не преодолели данные уровни, тенденция на укрепление остается в приоритете. С ближайшими целями движения сначала в область 1.11436, затем на отметку 1.11472. В том случае, если данной паре удастся закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели последние 3 торговых дня, то в этом случае уже вероятно развитие нисходящего сценария по данной паре. Пара американский доллар и канадский доллар вчера во второй половине торговой сессии смогла закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели 6 ноября, что в свою очередь нас возвращает краткосрочно к сценарию восходящему. Поэтому ближайшие цели по данной паре это движение в область 1.2817, преодоление максимальных значений, которые мы видели вчера. Ну а возврат к продажам будет актуальным в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели 6 и 7 ноября в области 1.2704. На текущий момент в рамках часового таймфрейма тенденция преобладает на укрепление. Пара австралийский доллар, американский доллар пока продолжает снижаться. Ближайшие цели по нисходящему движению это закрепиться ниже отметки 76.26, минимум, который был зафиксирован вчера. В том случае, если пара сможет преодолеть максимум вчерашней торговой сессии, то в этом случае уже вероятно развитие восходящего сценария по данной паре. На текущий момент продажи также преобладают до момента преодоления отметки 77.00. Пара еврофунт вчера доходила до минимальных значений в области 87.90. На текущий момент тенденция на ослабление в рамках часового таймфрейма преобладает. Ближайшие цели по продолжению данного движения это закрепиться ниже отметки 87.90 и далее пойти уже на 87.30. В том случае, если мы увидим пару еврофунт выше максимальной значения, которую мы видели вчера, если мы получим пробитие данного уровня, то в этом случае уже вероятно возвращение к покупкам по данной паре с целями движения в область 89.33. Золото на текущий момент продолжает укрепляться. Во вторник мы смогли закрепиться выше максимальные значения, которые были зафиксированы в понедельник, 3 ноября. И на текущий момент тенденция на укрепление пока по золоту в рамках часового таймфрейма преобладает. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1271 доллар за тройскую унцию. Ну а цели по восходящему движению это закрепиться выше отметки 1281 доллар за тройскую унцию и далее уже пойти на 1304. Нефть марки Brent. Вот сегодня с утра мы видим первые попытки начала коррекции. Практически первые за несколько уже недель. В том случае, если нефть марки Brent удастся закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 6377, а если нефть продолжит торговаться ниже отметки 6377, то в этом случае уже вероятно развитие нисходящего сценария, то есть начало коррекции по нефти. Фактически уже первый сигнал, первую свечную модель мы видим. Одна свеча, то есть уже фактически две свечи открылись и закрылись за данным уровнем. Поэтому на текущий момент мы можем говорить о том, что коррекция по нефти вот-вот может начаться. Отмена данного сценария и, соответственно, возврат к покупкам будут актуальны после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера в области 6491. Пока торгуемся ниже данного уровня, продажи в рамках часового таймфрейма остаются в приоритете. Точно так же индекс DAX вчера начинает корректироваться. Те коррекции, которые мы не видели уже тоже довольно-таки давно по данному инструменту, смогли уйти ниже минимальные значения 6 ноября, закрепились за этим уровнем. И в свою очередь на текущий момент в рамках часового таймфрейма мы можем говорить о том, что коррекционное нисходящее движение по индексу DAX на текущий момент преобладает. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера в области 13533. Пока торгуемся ниже данного уровня, основная тенденция в рамках часового таймфрейма остается на ослаблении. Биткоин. Сегодня с утра мы смогли уже закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели вчера, что в свою очередь нам говорит о возврате к покупкам в рамках часового таймфрейма по данному инструменту с ближайшими целями движения в области 7565, то есть обновление исторических максимумов по данному инструменту. Возврат к продажам, а соответственно и продолжение коррекции будет актуально в том случае, если биткоин сможет закрепиться ниже отметки 6900. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Усаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под комментарием к этому видео. И если вам оно понравилось и было для вас полезным, то обязательно ставьте лайк. Всем спасибо и увидимся на следующих видеообзорах. Субтитры сделал DimaTorzok